Аполлон Первоначально выполненная для грота Тетис в Версале, который позже был внесен для строительства истебюля королевской часовни и северного крыла дворца, а позже, в конце XVIII века, она была перенесена в жирописную обстановку из скалы руин, спроектированная Хюбертом Робером, где сейчас находится копия оригиналов, которые были размещены внутри музея дворца. Сюжет скульптурной группы взят из отрывка упомянутого во второй книге Метаморфоса Авидия. В нем говорится о завершении дневного путешествия Аполлона, когда он отправился отдыхать в морскую пещеру богини Тетис. В хореографически разработанном ансамбле Жерардон разместил шесть нимф, соответствующих друг другу, группами по две вокруг Аполлона, две из них обнаженные выше пояса у ног бога. Кроме рельефа с изображением переправы через Рей на кувшине одной из двух коленопреклоненных нимф, в сцене нет никаких отсылок к текущим событиям. Жерардон изваял фигуру Аполлона нимфу, поливающую ему на руки воду. А также двух коленопреклоненных нимф, та, что держит мокрую тряпку или серп, является свидетельством мастерства скульптора в работе со средствами массовой информации, поскольку Жерардон, похоже, обращался с мрамором так, как будто это был воск. Ренье изваял фигуру, которая омывает спину бога, богини Тейфеля, а также нимфу, держащую таз Хлоя и большой кувшин Дельфир. Аполлон, которому служат нимфы, это группа скульптур, не имевшая прецедента среди художников того времени. Никто во Франции или Италии не осмеливался объединять различные изолированные статуи, как это делали эллинистические скульпторы 2000 лет назад. Эта группа с Аполлоном, омываемым и благоухающим, благочестивыми девами, производит такое сильное литературное впечатление, что зритель поверит, что он сам созерцает сцену, представленную живыми актерами в театре. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Франсуа Жерардона и Томаса Ренье «Аполлону служат нимфы» около 1673 года, находится в Версальском замке во Франции. Пока-пока, до свидания.